Теперь крестное знамение одно совершило, зайди там, чтобы не видно. Нет, тут на самом углу, да еще осталось посреди дороги, трасса идет, центральная улица. Лицемеры. А ведь дома-то молитвы настоящие нет. Истинная молитва это отрешение от всего видимого. Постятся. Попробуй скажи, что пост не нужен. А я открыто говорю, посты эти придуманы спустя столетия. Я не говорю о великом посте. Они не нужны. Почему? Потому что одно лицемерие, больше ничего нет. Если посты нельзя нарушать. А вот священники откуда-то вообразили, что им дана власть не только самим не поститься, но и другим. Подходит батюшка, у меня гастрит. У них там давление. Гемоглобина не хватает. Пожалуйста. Все разрешат. Патриарх разрешил студентам первую последнюю неделю только еще держать. А остальные рыбу есть. Они уже, считай, в шахте работают. Утомились. Посмотри на них, какие они есть. Пост-то нужно, как одна из злодеев, показать свою власть. Ведь не просто люди нарушают пост, а с разрешения, благословения того, кто носит особые одежды и широким рукавом на нее опахнуло. Все, она уже этот пост ни во что считает. Одно лицемерие получается. И Господь предупредил, а церковь назначила считать сегодняшнее время. Сегодня прощенное воскресенье. Перестаньте лицемерить. Мы вступаем в семинедельную эпоху лицемерия. И Господь заранее предупредил. Посмотрите, как поют, выходят. На середину. Яко фимиам, яко жертва вечерняя. Рядом дьяком. Там горстями и ладом сыпят. Там курит, как камаз идет по улице. Только выходит, гляжу, эти жахаристы закурили, все около храма стоят курят. Лицемерие. А милостыня. Один пятачок бросит, да на твоих разделите нищие. Да истинно это милостыня, когда ты хлеб свой отдал. Положила все пропитание свое. Лицемеры. А лица какие мрачные. И священники так и говорят. Исповедай, ну все нормально. Как пост приходит, ну сделается до того злые мои старухи. И откуда только в них берется. Ничего не скажи. Все не поехал. Мрачные лица. Да виду даже не дай. И не выкраивай ничего. У нас есть материал к истинному православию и там о посте. По силам возьми себе. Ну конечно ни молочного, ни мясного, ни рыбного. Растительная масса такого суббота и воскресенья определенные дни когда. В этом труда нет. Это не пост. Это меню меняется. Полезное для организма. Только и всего. Пост это не пить и не есть. И не творить никакого греха. И творить милостыню. Не заниматься обычными делами. Я уже не один раз каждый пост говорил об этом. И думаю. Идут повторы. Посмотрел. Нет. Каждый раз Господь дает что-то новое. Что такое лицемерие? Мы хотели бы, чтобы на нас исполнилось сегодняшнее чтение. Не будьте как лицемеры. Ну ясно. Человека назвать лицемером это не похвала. Какой бы он ни был статусом каким, большой начальник или мелкий, лицемер всегда не в почтении. Посмотрим, кого Господь имел в виду и пророки называли лицемерами. Книга Ио. Ио. Восьмая глава, тринадцатый стих. Надежда лицемера погибнет. У них оказывается надежда, что они что-то получат. Вот он стоял, раскланивался, перед народом вышел. Это ничего не даст. Она погибнет. Есть одно очень хорошее выражение. Лицемер тайно не молится. Лицемер все на показ ему надо показать. Зачем ему тайно молиться, когда никто не видит? Это уж настоящий будет верующий. А вот выйти, да показать, да нарисовать, и в тринадцать десять он накажет вас, хотя вы и скрытно лицемерите. Значит, лицемер без наказания не останется. И он скрытно лицемерит. Думает одно, на самом деле другой, а как никто не видит, он по-другому. Уж такой постик покажется, а дома есть то, что ему нравится. Я тут встретил одного, бывшего уполномоченного по религиозным пультом. Я говорю, а как же теперь ты постишься-то? Ведь раньше не постился. Ну, я пощусь, как настоятель, сказал, а что? Да у меня нельзя, есть желудок больной, курочку ем, великий пост. Да какая же тебе курочка-то? Да еще, даже на масленице нельзя никаких жиров нигде добавлять-то, понимаете? Это как отрава действует. Это уже на другом уровне все организм работает. Если ты верующий, я говорю, посты не нужны эти. Но пока их не отменили, я их должен тщательно все соблюдать. Абсолютно точно по инструкции делать, как святые это и заповедали. А может никогда не отменят. Всегда буду говорить, но буду поститься. Никакого лицемерия здесь не будет. Вот самое неприкосновенное в православии это богослужение. Все можно сделать, священник арестовать, друг друга о них клевещут, давят друг друга священники, поносят. Даже можно на архиерея подняться, там что-то будет, но только богослужение не трогать. Я стал задуматься, а почему? Ну, когда Евангелие единственное неприкосновенное, и то в разных двух вариантах дается, даже молитва, молитва отче наша, у Луки одна, у Матфея другая. И при том разница значительная. Две нагорные проповеди, и смотришь другими словами, выраженные в одном месте Царство Небесное, в другом Царство Божие слова. А зачем было менять-то, если Господь говорил? Выходит, не один раз говорил. Я еще раз заявляю, что богослужение никогда не было твердой, монолитной основой, которой нельзя прикоснуться было. Как история сохранила, литургия Иакова до шести часов была. Василий Великий уже четвертый век подсигнул на нее. Сделал до четырех часов. Я на то уж и увидел, что люди томятся и перестали ходить, а идут на конские скачки. Он ее уменьшил до трех часов. Никон, патриарх, уменьшил ее, та, что сегодня, видимо, полтора часа. Католиков 25 минут. И даже того меньше. Ведь надо маленько на историю посмотреть. Но католики нам не указ. Но однако в храмах-то, в ритургии-то, уже четыре же сокращенные. Не считая, что еще батюшки первую срочку псалма пропевают, скорее за вторую, за третью. Ну и все закончилось. А где предел? Не выходить за два часа. Вот мерзкие люди, они поняли, 45 минут сейчас. Через 45 минут даже молодым студентам дают отдыхать. Здесь ничего нет. Потом придумали сидальник, сидальник, сидеть можно где-то. А у нас даже детей затащат, он стоит, бедный падает, он только думает, может быть, когда я вырасту, в храм не буду ходить. Только об одном. Стоянки же сегодня взрослые, но он крови вашей спины, ниже спины, ребенок больше ничего не видит. Ну распахнитесь маленько, дайте ребенку хотя бы на алтарь посмотреть. Что-то, может быть, он зрительно ухватит-то. Стою ставился, лицемер. Никого подвидеть себя не видишь. Итак, Сирахов говорит так. Так, Иов говорит, 13.19. Лицемер не пойдет перед лицом Божиим. Я вижу лицемерие в том, что лично в отношении себя. Священники говорят, клевещут, еретиком называют. Я говорю, ну давайте встретимся. В епархии, у нас придем здесь, на телевидении. Нигде не пойдут. И отсюда ясно, что они лицемеры. Лицемер никогда не пойдет. Он сразу будет разоблачен. Мы открыто должны сказать, да я готов выйти, готов дать отчет. Спрашивайте мне, я буду отвечать, где я нарушил канон или что-то. Ничего этого нет. Они лицемеры. Иов 17.8. Невинный человек вознегодует на лицемера. Ну неприятное чувство. Видит, что они этого не выполняют. Толкует о посте, а сам уже, говорит, в четвертую рясу не влазит. Ну годится ли это? Это же неправда. Ни о каком посте речи нет. И посмотри, какие тучные. Сегодня пойдете, посмотрите. Безразмерные. О каком посте он может толковать? Златоуз говорит, говоришь, не пей вина, а губы красные от вина. Говоришь о трезвости, а тебя ведут с гулянки пьяным домой. Он говорит о священниках. Лицемеры. И это Иов много о них говорил. Они были перед ним, ратовали за Бога. А Иов прямо требовал отчета у Бога. За что ты мне наказал? Я не виновнее их. И он о лицемерах так много и говорил. Двадцатый, говорит, пятый стих. Радость лицемера мгновенна. Они вроде и побеждают. Их уважают. На каждом шагу батюшка-батюшка. Но эта радость временна. Они только отходят, тут же этих бабок забывают. Я видел, как наставитель подошел там один, только руку поцеловал. Он вышел за дверь, он тщательно начал вытирать. Как Иван Грозный. Послы целуют руку, а после этого он тщательно, при них же здесь, моет чаши руки. Они с зубами скрижетали от этого. Да не давай ему руку целовать и на этом все. Ты же его не уважаешь. Одно лицемерство. Двадцать семь восемь. Какая надежда лицемера, когда Господь исторнит его душу? Вопрос. Никакой. Ни один лицемер не спасется. Ни лицемерцы. Вот сейчас меня поставили на суд и сказали, так ты что, на богослужение замахиваешься? Да. Я открыто говорю. Богослужение нужно разобраться. И при том, вопрос о сорока, Господи помилуй. Я уже не раз об этом говорил. Я на многое не беру. И вечернее вот этот канон. Это мы, как будто в это время нам завязывают глаза и стоят. Только окончание люди ловят. Ни один еще мне не встретился, кто что-то понимает. Бывает и священник выйдет читать, пытается с выражением. Бесполезно. Он не нужен этот канон. Ну а что делать тогда, если он есть терпение набрать и слушать? Мы его не отменим. Боевать не будем. Но для себя, я при любом архиерею скажу, он не нужен. И вы это знаете. Вам лишь бы продлить проповеди нет. Вам нужно удлинить. Иначе служба короткая, как у сектантов, у католиков. Вы просто продряете. А людям завязываете, замазываете глаза. Никто ничего не понимает. Это пустое место мы проходим. В случае в это время взять бы, златоуста просчитать одну другую проповедь. Не будет нельзя. Священник боится. Его сразу сметут. Неприкасаемо. Это богослужение. И постой говорит иначе лицемеры. Они знают, что никто не понимает ничего. Я открыто говорю. Это смертельно опасно говорить. Меня завтра они потребуют насчет и объявят еретиком за эти слова. Иово 34.10. Чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа. Приложить нужно все силы. Лицемера нужно разоблачать. Господь их разоблачал. 36.13. Лицемеры питают в сердце гнев. Они гневливые очень. И как ты это скажешь, особенно о богослужении. Или о незаканоне. Священники о каноне даже не знают. Я говорю, ты хоть читал раз книгу правил-то? Нет, не читал. Да вы же лицемеры все. До 30 лет нельзя священники ставить. А вы все почти подряд в 21, 22, 23 года. Патриарх раньше времени. Аввахум, Никон, все раньше времени. Зарубежные сейчас пишут биографии. Лавр. Все раньше времени. Они все незаконные, согласно канону. Лицемеры. Правила еще какие-то берут. Да выполни их. Зачем лицемерить? Прямо сказать, правила не нужны. Они устарели. Срок жизни нашей стал короткий. И поэтому мы не успеваем. Женить будем с 4 лет ребятишек. Правила некоторые не объясняются. А это правило объясняется. Ибо и сам Господь вышел на пропы 30-летний. Не надо эту шкалу понижать. Лицемеры. Притча Соломона 11, 9. Устами лицемер губит ближнего своего, хвалит. Благословляется. И завтра повели священников на расстрел лыстей. Вчерашние прихожане. Это лицемерство. Исайя 9, 17. Говорит о лицемерстве всех в государстве. Я посмотрел. По описанию у пророка подходят здесь все судьи, в первую очередь. Дворец правосудия. Ни одно учреждение так не выставляет. На афише, что там правда. Как лицемеры судьи. А там меньше всего правды. И никто не требует, чтобы обращались. Если я приду, губернатор, могу назвать его товарищей, назвать его или просто гражданин, или как. А это ваша честь к суде. То есть самые бесчестные люди судьи. Единственное, о котором Господь сказал, и они сами подтвердили суде. Бога не боится людей, не стыдится. Но обращаясь в суде, инструкция перед ходом в суд, обращайтесь в ваша честь. И вот когда требуют священники отцы, отец, попробуй, не назови отец. У нас сестра пока называла отец Александр. Все благосклонно. А потом мирские приходят, Александр Иванович, и он ничего. И она однажды обращается к Александру Ивановичу. Что это такое? Прекратите, а то я вам покажу Александру Ивановичу. То есть они претендуют ясно на звание отец. Так, отец, начинай рожать. Не надо быть духовным импотентом. Начинай рожать. Начинай семя сеять. Земля ждет. Люди мира не знают Христа. Если ты отец, значит, окормляй, как должно. Истинно исповедуй. Неси слово Божие и Евангелие. Не надо лицемерить. Пророк Исаия 32.6 Люди делают все для прибыли, и поэтому действуют лицемерно. И имея 23.1 Показывает, где большее число лицемеров. Пророк Иеремия, мой любимый пророк, я первый раз читал Библию, почему-то душа сразу с ним слепилась. Он никогда не шел ни на какие компромиссы. Прямо говорил людям в глаза. У него карьера была зарублена в его юности. И его избрал Господь таким молодым. Он только одно говорил. Моисей говорит, я заиха, я космоязычный. Ай, говорит, я молод. Никто не знает сколько, но, видимо, совсем уж молодой был. Господь говорит, я сделаю так, что учителя перед тобой будут валиться. И так и сделал. И он в конце подводит итог. И говорит, пророк и священник лицемеры. И в доме моем я нашел нечестие их. Не только на улице, на полях они не делают, а лицемерен в доме, в самом, больше всего, в храме. Посмотрите, сегодня вы будете. Некоторых священников там мы знаем. Ведь они за то, чтобы оправдать себя перед Богом. Косички носят. Спрашивают, а зачем тебе длинные волосы? Назарей. Назарей. А если ты Назарей, почему вино пьешь? Назарей не должен винограда есть, не должен косточки виноградные есть, кожицу есть-то. Зачем же ты лицемеришь-то? Посмотрите на монахов, а по уставу вино разрешается лже-назарея. Лицемеры. Перед глазами народа только показывают себя. И пророк говорит, пророк и священник. Разве ему могли священники простить? И он нигде не сказал, земледелец, фермер, лицемеры. Но пророк, пророк это те, которые провозвещали. Сегодня это проповедники. Выходят, говорят, а на самом деле ничего этого нет. Вы знаете, рецензию на моей книге давал проректор. И он говорит, что вот в книгах я нашел одно, что когда автор говорит, и какой есть, это разное совсем. Здесь же в книгах я нашел, какой человек говорит, такой он и есть, я его уже знаю. Это основное, что я подмечаю. И в этом я нашел великую похвалу, что Бог сохранил от лицемерия. Не перед одним человеком не лицемерить, а говорить как есть. Будут нарекания, будут обиды, но это все пройдет. Итак, спаси в молитве и в милостыне самое большое лицемерие. Матфея 7.5 Господь показывает нам, где проявляется лицемерие, вы себе быстренько пометочки делайте. Лицемер, вынь прежде бревно из глаза твоего, то есть когда судим. Судим, нас никто не знает, а тот согрешил явно, но тут уж мы попляшем на нем. Вынь сначала бревно, у тебя целый лесопильный завод уже в глазах. Матфея 15.7 Хорошо пророчествовало вас, пророк Исаия, лицемеры. Устами чтут, а сердце далеко стоит от меня. Относится это к нам? Здесь-то мы какие, да как оденемся, да как кланяемся, все знаем. Крестное знамение правильно, а значит и крест Христов надо нести с достоинством. Матфея 16.3 Говорит о тех, которые много знают. Лицо неба и земли видят, а лицо времени не знает. Лицемеры, Господь говорит. Ты разве газеты не считаешь? Ты не слышишь, что по радио, по телевизору? Почему же ты не применяешь все это к себе в последнее время? А раз последнее, сегодня вечером нас сказить будут, как надо осторожно себя вести. Матфея 22.18 О том, как лицемеры меняют лица свои. И 23.13 Горе вам. Кому? Книжники, парисеи, лицемеры, что затворяете в ход Царства Небесного. Речь идет не о мирских структурах, не о политических партиях, а о церковниках. Затворяют, и нигде так не затворяют, как в церкви. Человек пришел, отстоял, замазали. Пришел на исповедь, ни эпитемьи, ничего нет. Оглашенные изъедите, никуда не выходит никто. Одно лицемерство. Вот эта литургия, где не выполняется, это зарубежная церковь старобрястов, это лицемерие. Если сказал слава оглашенной изъедите, проверь всех, кто отвлеченный. Священник должен накладывать эпитемию. Иначе гибнет и он, вместе с тобой, говорит Иоанн Патаус. Далее, 14 стих. Лицемер. Долго молитесь, а поедаете дом и вдов. Ну где молятся? Ну не губернатор же, не мэр города долго-то молятся-то. Конечно, речь идет о пепископе, о священниках, о диаконах, о всех прислужниках. Адамы вдов поедаете. Как? Венчание. Две тысячи рублей. Отпевание. И там даже целый ценник. Выйдет священник на папертне, выйдет, заждет несколько дел. А она вдова, ей похоронить не на что, последнее несет. Ну куда сделать? Надо как у людей сделать. 23.15. Горе вам, книжники, паристреи, лицемеры, что обходите в море и сушу. Конечно, здесь все сектанты, которые едут, и вобят, и делают ценами гиены. Лицемеры. Выйдут такие, а только выйдут, переоделись, в брюках накрашенные сидят. Я вижу, у сектантов нисколько не меньше лицемерия, чем у нас. 23.23, Матфея-то. Что даем десятину смята и аниса, а важнейшее в законе суд, милость, веру оставить и лицемеры. Внешне это очень просто сделать, научить в один день можно. А ты суд, то есть правильно судить, рассуждать, милость видеть нуждающейся, веру сохранить. Матфея 23.25. Горе вам, что ощущаете внешность чашек. Ведь женщина предпочтет даже глупой выглядеть, чем выйти ей плохо одетой, неподготовленной, непокрашенной. Смотри, как идет-то она, подготовится, выйдет, как оденется, все, что было внешне, это гробы. Как ты-то заговорил, видишь, пустота, ничего нет, один обман. 27.27 стих. Горе вам, лицемеры, что уподобляетесь гробам окрашенным. То есть быть не тем, за кого себя выдаешь. И 28 стих. Вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и безумие. Матфея 24.51. Господь рассечет грешника и подвергнет одной участи с лицемерами. Это не маленький грех. Старайтесь друг другу помочь. Сам себе человек этот грех не заметит. Говорит одно, а отошел другое. Или не такое. Друг другу помогайте. Скажи, брат, сестра, это не лицемерие у нас будет, а это рассечет Господь за это. Надо быть цельной натурой, не двойственной. Одно думать, другое говорить, а третье делать. Лука 13.15. Господь говорит, лицемер, не отвязываешь ли ты в Аллах? Со скотиной обращайтесь намного благоразумнее и лучше, чем с ближними своими. Это можем отнести не только к правителям мира, которые обирают народ, а себя благодетелями показывают. Иаков 13.17. Говорит, что мы должны жить по мудрости, но мудрости свыше, небесовской. А мудрость свыше беспристрастна и нелицемерна. Ты узнал, что применяя это слово к себе одинаково, к епископу, к священнику, к жене, к детям. А не так, что я скажу, это человек пониже, я его могу ущипнуть. А который больше боюсь, как бы сдачи не дал. Пророки так не поступали. Мудрость свыше нелицемерна. И апостол Петр, 1 Петра 1.22, говорит так, чтобы мы жили с нелицемерным братолюбием. И 1 Петра 2.1. Отложи всякое лицемерие. Вот как раз сегодня и отложить его. 2 Коринфянам 6.6. В нелицемерной любви, не просто внешне, целовать, показывать. Прости, Христа Роди, отвернулся и все. Это чисто старообрядческий подход. На каждом шагу. Прости, Христа Роди. Сегодня одна мне звонит. Там попросил у них прощения, у людей от нас было. Я говорю, почему, когда была здесь, ты не просила прощения? Когда тебе говорили, что надо идти на работу. Не жить за чужой счет. Лицемеры. Если ты это осознал, тут же исправь. Не так явка с повинной, но награбил, что спрятал. Явка с повинной тогда, когда ты в милицию принесешь, что награбил. А кого если убил или повредил, всю жизнь вернешься из тюрьмы, дай обед служить ему, не жениться ничего, быть в рабах у него. Надо крепко-крепко за это слово взяться. Потому что лицемерие, оно выладит из всех щелей, когда человек любит свою эту жалкую, мелкую жизнешку. Второе Коринфянам. Нелицемерной любви повторяют. Галатам. 2.13. Интересное и страшное место. Я не хотел бы его, может быть, и иметь, но оно есть, и благо, что есть. Мы узнали о ненависти к лицемерию в полноте от великого апостола Павла. А обстановка была непростая. Апостол Петр решил, чтобы других привлечь людей. Он опустился до их уровня, с язычниками вместе ест, но не посты. Посток не было, не нарушал. Ну, ест, как у язычников принято, там, свинину, что. Но когда евреи пришли, он стал утаиться, не стал встречаться, чтобы евреи его не осудили. Такое бывает. Если я молился так, а теперь священникам выяснилось, а я буду показывать так или еще что-то. И Павел говорит, я противостал ему. Этим лицемерием был увлечен Варнава. И мы бы не знали, что Петр, Варнава, апостол лицемерят. Да страшно подумать. А вот в этом плане как раз лицемерию на каждом шагу. Показывать себя постниками. Я не знаю сегодня, по-настоящему, знают ли священники в статистику своих прихожан, кто нарушает пост. Вот интервью, я говорю, дает священник благочинный. Пригласили в пост, положили кусок мяса. Что делать? Не будьте лицемером, съешьте. Да вот ты как раз и есть величайший лицемер. Надел на себя рясу, крестом прикрылся, а лопаешь все подряд. Да ты и здесь встал бы и сказал, сегодня не должно быть пиршество, церковь так и назначила. Никаких вот собраний. Пост, какие тут пиршества могут? Никаких дней рождения, вообще их не надо справлять. В первом послании Тимофея 4.2 Апостол Павел говорит, что люди будут поступать вопреки совести, которая сожжена через лицемерие лжесловестников. Лжесловестников говорит одно, а думает другое. Это совершенно не из области христианства. Если мы о чем сейчас сказали, да у нас вот это так, то и везде этого надо придерживаться. Наступает сейчас пост, я не знаю, у нас ходит нет священнику просить, думаю у нас этого нет. И начинает выпрашивать, ничего не надо. Если мы договорились, дали обещание молиться, значит молиться, какое время, сутка. Или первую неделю сейчас собирается, сегодня решим во сколько всю неделю приходить молиться. А это молитва только начало. Домашняя она должна быть намного длиннее. В втором послании Тимофея 1.5 говорит о том, что Павел заметил в Тимофея одно качество, которое послужило приближение к Тимофею. Приводя на память, Павел говорит себе, нелицемерную веру Твою. Можем ли мы сказать, что в нас люди могут увидеть нелицемерную веру во всем? Если я вам показываю экономию внешне, пришел так, а деньги где-то спрятал и прочее, это будет одно лицемерие. Если я даю норму детям пол пряника на раз, считая это деликатесом, то я один, оставшись за закрытыми дверями, я не должен это перешагивать. Апостол Павел заметил в этом юноше Тимофею и сказал, она происходит от нелицемерной веры бабки твоей, Лаиды, и матери Евники. И великий Бог додаст нам всем нелицемерно пройти этот пост и нелицемерно дойти до великой пристани Царства Небесного. Аминь. Аминь.